Эту ошибку по той же самой причине, что... Да, ладно, в следующий раз буду стоять. Что? Згучно смотреть потом детали. Нет, смотреть, а то мы старались. Как в школе. Да, нет, по существу. Давайте я буду хотя бы плюсики ставить там или подчеркивать места, которые у меня есть. Неправильные. Так, по блютузу можно домашнее передать. По блютузу. Дайте лучше не обнимать. Ну или на почту пришлите. На почту давайте. Так, почта вот такая. Блютуз. Это плохая. За вот эту вот ошибку я не снижал баллы. Ну, во-первых, по той причине, по которой я говорил, что в итоге там придется делать разницу между 30-ю, там, и 20-ю, скажем, семью. Семью. Я не помню, какая там доля получает. Во-вторых, ну, эта ошибка вообще в ныря не относится к янерной физике. Задача касалась распада. Закон радиоактивного распада все написали и применили правильный. Тот факт, что может двояко читаться условия, но, в общем, это не ваша ошибка. А то там надо учитывать, что существуют промежуточные... Я не очень хорошо помню условия, но там, по-моему, по условию концы радиоактивного семейства. Ну, да. То есть, что они не все распались? Ну, по-хорошему, конечно, надо. Но я думаю, что можно этим принимать. Уран-234, у которого только 10 в 5. Нет, это можно не учитывать. Там существуют всякие у него еще фобольт появляются, стронций. То есть, в принципе, в урановой смолке, что есть, там не только исходные ураны продукты распада, конечно. Ну, если конечный продукт распада, еще куча промежуточных. Для простоты не нужно было применить. Так, тот факт, что у нас сегодня не очень много, он не слишком фатален, потому что мы с вами продолжим, вообще говоря, заниматься тем, чем занимались в прошлый раз. Ну, и те, кто не пришел, они не потеряют ничего кардинально нового, но меньше попрактикуются в том, что мы уже делали. Потом, соответственно, Евгений Алексеевич этот паузо меня заберет, и мы с вами, получается, встретимся 24 апреля в следующий раз. Если я правильно по-гарендарю, прикину. Так у вас же тоже одной пары не было. Что? У вас же тоже одной пары не было. Хорошо. Лучше послушать больше электродинамики, чем задача по ядерной физике, которые довольно такой иллюстративный материал, как я уже несколько раз говорил, не очень сильно связанный с основным курсом. Электродинамика – это конкументальная дисциплина. Так как-то мне не нужны только тетрадки, нужна и моя тетрадка. Я хотел сегодня вас перекликнуть ради разнообразия. Ради прикола. У нас с вами на самом деле осталось, кроме того, что мы уже прошли, две крупных темы. Это теория кварков и оболочечная модель. Не до того, не до другого. До кварков дошли на лекции? Да, дошли. Да, оболочечной модели, видимо, еще нет. Ну и плюс контрольная осталась. Нам, по сути, с вами надо два рабочих занятия еще. Закончится оболочечная модель и решить как-то. Поэтому я вполне могу Евгению Алексеевичу и его пару отдать. Так. Со странностью. Думаю, что какой лучше задачки начать? Посложнее или попроще? Попроще. Давайте попроще. Мы с вами в прошлый раз говорили о законах сохранения. О том, что они бывают абсолютные, не абсолютные. Посмотрели один не абсолютный закон сохранения. Вот так, ладно, еще видно. Закон сохранения странности. Не абсолютный или, как это называют, приближенный. Это значит, что он сохраняется с точностью слабых взаимодействий. В слабых взаимодействиях нарушается, там странность меняется на 1. Но важно даже не это, а важно то, что все законы сохранения, с которыми мы имели дело, они выглядели примерно так. Сумма, ну, допустим, тех же странностей слева, равняется сумма странности справа. То есть, странность, говоря математическим языком, так же, как все заряды, которые мы изучали, энергии, есть вот эта величина аддитивная. Помимо таких величин, есть другие, в частности, есть величины мультипликативные. И о них я как раз сегодня и буду немножко говорить. Имею я в виду вещь, которая называется четность. Если быть более строгим, комбинированная четность. Снакомые слова? Да, да. То есть, что это такое, глубоко вдаваться не надо. Что есть, можно ввести оператор инверсии, который превращает R в минус R, ну, делает пространственную инверсию. По отношению к нему любая функция, ну, в частности, волновая функция какой-нибудь элементарной частицы может быть либо четной, либо нечетной. А, неправильно сказал. Любая функция может быть либо четной, либо нечетной, либо не иметь определенной четности. Собственной об papers. Ну, да, общего вида, либо четной, либо нечетной. И опыт ИВУ показывает, что вот такая четность состояния не сохраняется. Когда Ландау, когда это выяснилось, предложил совместить четность с зарядовым сопряжением, то есть с оператором C, превращающим частицы в античастицы, и предположил, что такая комбинированная четность должна сохраняться. Ну, оказалось, на самом деле, что и это не совсем так, сохраняется только ЦПТ, так называемая, инвариантность четностью, это обычно уже не вызывают, то есть когда мы инвертируем время, пространственные координаты меняем частицы на античастицы. Так вот, ну это все немножко вводит в нашу сторону. Если в системе нету сильных взаимославных действий, есть только сильные электромагнитные, четность сохраняется, и сохранение четности выглядит, я даже могу это записать в каноническом виде. Вот так, что если у нас есть, давайте рассмотрим, для определенности ядерную реакцию B плюс B, знакомая уже, да, там все слова про X, Z, N и прочее поговорить, то, и она происходит в результате сильного взаимодействия, то сохраняется вот такая вот вещь. Четность не сумма, а произведение, четность слева и справа. На самом деле сохраняется даже чуть более сложная вещь. Это минус единица в степени L, это минус единица в степени L''. L' – орбитальные моменты относительного движения частицы относительно мишени, ну и осколков друг относительно друга. Нам эти факторы, множители, вообще говоря, не понадобятся. Можно, даже не можно, а опыт показывает, что все элементарные частицы, ну или по крайней мере, ладно, не скажем так, все элементарные частицы, обладают таким свойством, как внутренние отчетности, такое же свойство, как заряд, как спин, ну его довольно… Ладно, давайте это довольно грубо, я не буду это на ноги приводить. А, значит, можно просто постановить, например, так же, как мы делали со странностью и с колонном в прошлом занятии, что странность колонна равна единице, и находили все странности всех остальных странных частиц. Точно так же можно положить любому числу, ну любому из этих двух, конечно, которые может принимать странность, значение внутреннюю отчетность протона, нейтрона и электрона, и тогда можно из ядерных реакций найти внутреннюю отчетность всех ядер и большинства элементарных частиц. Странность мизонов, например, не странность, четность внутренней мизонов, я специально принес учебник с табличкой элементарных частиц, такой минимальной. Квази стабильных мизонов это минус единица, а барионов плюс единица. То есть пимизоны, камизоны и все прочее, что у нас как мизоны появлялось в прошлый раз, имеет отрицательную отчетность, все, что появлялось, нуклоны какие были, горлоны всякие, они имеют внутреннюю отчетность положительных. А у лептонов? У лептонов, значит, плюс единицы полагают электроны, и я полагаю тогда, что у электроны у остальных также должно быть плюс единицы. Ну, у протонов, значит, минус. У протонов, нет, у протонов тоже плюс. По этой трону минус. По этой трону. А, кстати, вот интересный момент. Наверное, нет все-таки. Тут с четностью лептонов вообще есть отдельный момент. Лептон, ну, то есть как, я вот этой аналогии хотел избежать, но, в принципе, вот из этой формулы уже как-то понятно, ну, если открыть учебник, там это просто написано, что четности связаны с относительным движением частиц. Мизоны и Борионы, они являются адронами, как я на неделю не помню. То есть они состоят из квашек. Мизоны из двух, ну, из квашек и антиквартов. Борионы из трех. Соответственно, они имеют какую-то внутреннюю структуру, ну, и можно говорить, не говорить, она представляет себе внутреннюю четность, например, Мизона, как величину, связанную с относительным движением этого кварка и антикварка друг относительно друга. Лептоны в рамках стандартной модели сами считаются элементарными частицами, поэтому об их внутренней четности вот в таком роде говорить не получается. Если даже на эти таблички посмотреть, то у Борионов обычно четность обозначается вот так, называется характер ядерного уровня. Ну, например, для Борионов он такой, одна, вторая это спин, ну, момент, то есть, и плюс положительная. Ну, или у Мизонов будет минус и минус. Они бесспиновые и отрицательные четности. У электронов этого знака просто не рисуют. Они не входят в состав ядра, а для неядер, для вот таких истинно элементарных частиц, ну, это не то чтобы открытый вопрос, как-то почему-то об этом обычно не говорят. У нас в задачах это не будет встречаться. вопрос, связанный с четностью электронов, электронов и прочее. Ну, в принципе, если он у вас возникнет, то он возникнет в рамках какой-то реакции, ну, и, зная, сохраняя, происходит эта реакция в результате сильного и слабого взаимодействия, ну, если это электрон, то это слабое взаимодействие, естественно, он не является отроновым, не может участвовать сильным, то можно, а тогда закон сохранения четности не выполняется, соответственно, она может, да, тут сложно, она может измениться, может не измениться. Дальше, хорошо. Ну, по определению, полагают электроны плюс единицы, и этого вроде всем хватает. Еще какие-то вопросы, то, что мы написали плюс либо минус, то это как раз то, это плюс и минус, которые пишутся в атмосферу, что слабит, да? Когда там знак полной функции. Если знак полной функции, то да, это, скорее всего, тот же плюс-минус. Я не очень понимаю, в каких схемах распада речь, но, в принципе, скорее всего, да. Еще что-то кто-то хочет уточнить? Так, ну, если никто не хочет, то давайте на эту странность решим, ой, странность, четность решим небольшую задачу. Задачка такая, 3,10. Какова комбинированная четность состояния? К1 это единица на корень из двух, просто нормировочный множитель, К0 плюс анти-К0, К1, К2, минусы на корень из двух, соответственно, минусы. Ой, ой, сколько это, минусы. Как в связи с этим должен происходить распад этих состояний на пинезонах? Ну, давайте, К1, К2. В принципе, записанные здесь состояния, во-первых, довольно тесно связаны с долго и коротко живущими коонами, есть такое, какие будут понятия, что это такое, нам не суть важно. Более, тут, пожалуй, интересно, что в этой задаче напрямую в явном виде прописан корпускулярно-волновой дуализм, про который вам, наверное, одно-квантовой механике, я не знаю, Сергей, я уже упоминал. Ну, то есть, что любая частица у нас является одновременно и частицей, и волной. До сих пор мы говорили о частицах, именно как о частицах, рисовали их тут точками, я даже про бильярдные шары что-то говорю, когда мы реакции ядерные считали. к тем же самым коонам в канале антикеной, с которыми мы с вами как частицами работаем на прошлое занятие, отношения диаметрально-противоположные. Здесь о них говорят как просто об объектах квантово-механических описываемых некими волновыми функциями. В данном случае знакомо вам уже эти квантовые мишеницы брать технические в данном случае раз это рассматривают волновые функции описывающие каноли, антиканоли, каона и поскольку это просто волновые функции их можно складывать как угодно рассматривать их суперпозиции. Вот здесь такая суперпозиция и рассматривать. Глядя на эту суперпозицию просят найти комбинированную четность состояния, говоря простым языком подействовать на них поочередно операторам пространственной инверсии операторам зарядового сопряжения. Если, ну то есть не если, а посмотреть является ли результат такого действия собственной функции такого оператора, то есть если у меня cp на psi есть альфа psi, ну то есть на psi называется собственной функцией оператора в данном случае композиции двух операторов c и p оператора комбинированной четности. Ну а альфа, как вам рассказывал Борис Хактин, может принимать лечение плюс 1 если она получится у вас плюс 1, то получая значит четность соответствующего состояния является четным, а поскольку мизон у нас имеет внутреннюю четность отрицательную в соответствии ну вот с этим законом, в котором вот этих вот множителей у нас не будет, можно сказать насколько штук этих отрицательных подчетностей мизонов должен происходить распад. Ну остальные параметры подобрать из закона сохранения заряда и прочее. Так, я наверное не очень понятно тут попытался обрисовать картину, давайте позовем к унижерку к доске и давайте доброволец есть все равно да, можно. Я подскажу, что делать, здесь гораздо проще показать на примере, чем как-то в общем виде пытаться рисовать. то есть давайте я отдельно выпишу, что мы знаем. Мы знаем, что мизоны, включая пи-мизоны, к, к, к 0 имеют характер внутреннюю четность отрицательную. Первое, что мы знаем. Второе, мы знаем, как действует оператор П на волновую функцию в Си. Он либо выбрасывает плюс, если она положительная, либо минус, если она отрицательная и возвращает ее же. Ну, при условии, что функция обладает определенной четностью, из этого следует, функции, описывающие чистые состояния этих частиц определенной четностью обладают. Именно они отрицательны. Пункт третий, который мы знаем, что зарядовое сопряжение в вас превращает ну, давайте я там не скажу, Си, да, это Си, в Пси-стиле, то есть частицу на этой частице. Как при этом конкретно меняется волновая функция нам не столь важна, нам важно эту тениточку нарисовать. Ну, давайте попробуем. Ну, естественно, оба оператора линейны. А что мы найти-то хотим? Мы хотим найти четность каждого, да, вот какому значению я бы хочу найти альфу для К1 и для К2. Просто применить их по очереди к этой штуке. операторы линейны, это значит, что коэффициенты за них можно выносить, но результат действия на сумму функции равен сумме результат. ну, давайте, пишите прямо Ц на П, ну, и этот самый для К2 четность положительная, для К1 на отрицательную. Я вам все время путаю на самом деле. К1, ну, и что это такое? Давайте расписывайте. Ц на К0 на К1 на К1 на К1 на К2 снаружи. Его вообще, в принципе, можно было бы и не писать. Это множитель, который обеспечивает нормировку волновой функции на К1 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 и скобочку. Ну, дальше, как операторы действуют по очереди. То есть, сначала у вас P, потом C. Ну, давайте сначала P подействуем на первое слово. В скобках у Семеновизма когда на П1 дает? Psi от R написано. То есть, P на Psi от R дает вам Psi от минус R по определению, а для собственных функций это Psi от R плюс минус R И Ножные на плюс минус R Ну вот, на лекциях написали, что К2 это у нас Ks да он связан скрылся долго и коротко почему там вот мы сначала для к 0 и для антиканоли написали там одна вторая стояла потом единственно корень из двух получилась к 1 к 2 не совсем кайска на самом деле если по-хорошему прийти к вопросу так на 0 что дает что он на лекциях писали канон, мизон, все мизоны имеют внутреннюю учетность отрицательную минус минус c действует на минус канон ну кстати единицу на корень из двух уж совсем выкидывать не надо или тогда ставьте знак пропорциональности здесь соответственно что получается c на антиканоли ну теперь заряда с оператором зарядного сопряжения проще он вам просто над соответствующим ставить тильдочку то есть это у вас к 0 есть он просто вынес сразу к 0 тильда плюс к 0 без тильда чего получилось ну за исключение вот этого минуса внешнего получился к 1 то же самое то есть получилось минус к 1 согласны всем или что-то непонятно просто минус вынес лизоскопку ну давайте быстренько проделаем разголовение получается ну так вот минус к 2 должно Дмитрий подсказал просто к 2 будет ну давайте быстренько, жалко нет цветных мелков, снизу пропишем то есть первый этап здесь знак минус нижний ряд потом нет, ну что вы не меняете давайте вот сюда напишем плюс значит да дальше получается здесь тогда чего минус минус к стильдой а да минус к стильдой и плюс к кону стильдой минус и минус еще в общий то есть у вас получится да вот здесь вот будет минус к кону стильдой то есть получается что у вас еще да получается тот же самый к 2 то есть когда четный к 1 нечетный исходя из этого можно посмотреть как будут разваливаться колонны на пимизу ну считая что это происходит под действием все результате сильно каждый пимизон имеет внутреннюю четность отрезать вот сохранение произведение четности слева равняется произведение четности справа суммы не могут равняться ну хотя бы потому что сумма четности слева может быть больше единицы на сколько тогда мизонов должен развалиться развалиться на один он не может потому что это волшебное превращение так только на 3 или на 5 вы давайте минимальное возьмем как договаривались просто 1 на 3 то есть это какие-то 3 и не зона пи 0 пи минус пи плюс ну да самое логичное пи 0 пи минус и пи плюс можно их сюда вписать а я к тем временем открою табличку понятно всем почему пи 0 пи минус и пи нет ну правильно скажем так понятно ли всем почему их должно быть 3 3 должно быть по закону сохранения четности почему именно пи плюс почему не может быть 3 пи минуса опять же понятно потому что слева нейтральная частица так же как почему не может быть 3 пи плюса закон сохранения электрического заряда нарушается а вот почему не может быть 3 пи 0 понятно не очень и на самом деле если мы заглянем сюда куда-нибудь то видно что тут есть для каэль 3 пи 0 21 с половиной вероятность канала реакции пи плюс плюс пи минус плюс пи 0 12 4 остальное там может смотреть на электроны разваливается нейтрино и другой то есть принципе да вот такой бы вариант нас тоже устроил этот приходит в голову карта в первую очередь на самом деле в методичке приведен именно в качестве ответа ну а к2 тогда которые четные на сколько да может развалиться на 2 вот и плюс плюс пи минус или 2 пи 0 все вот такой зверь это внутренняя четность в принципе можно порешать задачки которые связаны вы можете сидеть еще хотите другую пару ну пока все равно взять пока я поговорю вы можете стоять если вам не за самое не скучно вот значит настоялся там 3 пи 0 нет 3 пи 0 там сохранение а это я потому что паре получится положительно заряженные частицы электрического закон сохранения электрического заряженного нет не было сказано что к 1 нейтральный у вас комоль нейтральный и анти комоль у к 1 минус 1 это что-то разница почему там у к 1 минус минус 1 а там пи 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 минус 1 минус 1 минус 1 да 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 вот я же не могу сказать понятно это что а что непонятно тут к 1 ничего не вроде выяснили да это понятно минус 1 здесь не плюс а умножить на кисто а а которые кардинально ничем от странности не отличаются это величина мультипликатива ну и здесь так же стоит тут плюс 1 а здесь стоит минус 1 умножить на минус 1 какая разница там пи 0 тоже минус 1 почему нельзя взять и плюс плюс пи 0 где здесь и плюс плюс пи 0 то что здесь минус 1 это отчетность а тот плюсик или здесь стоит это электрический заряд закон сохранения электрического заряда выполняется независимо от того сохраняется или нет четкость потому что это абсолютный закон поэтому у вас из нейтрального из нейтрального к 1 не может родиться не может родиться не нейтральный пеноль а что-то я тебе вообще умное сказал а минус 1 степень L минус 1 степень L а вот я как раз про это и хотел сказать то есть в принципе тут можно углубиться и порешать задачи на сохранение четкости при ядерных реакциях когда минус 1 в степени L важен ну потому что у вас может быть какой-то децентральный удар там относительное движение частицы относительно мишени возникает все это в общем нам добавляет некую сложную математику ну вот эту картинку мы много раз рисовали с вами уже на доске то есть орбитальный момент движения этой частицы относительно вот этой его можно посчитать там по определенному закону ну и закон о сохранении момента импульса или изменения и так далее и записать сюда точно так же можно для частиц на которые разлет происходит посчитать в принципе можно на эксперименте заметить что частицы в которые законы в которых нарушают реакции которые принципиально по закону сохранения энергии например могут идти но идут довольно неохотно то есть с малой вероятностью оказывается что в них эта четность не улучшается соответственно поскольку нарушение распад с нарушением четности или реакция с нарушением четности может происходить в какой результате слабого взаимодействия вероятность которого соответствующая наблюдается такой экспериментальный эффект так я предлагаю нам перерыв не делать а порешать еще пару задачек и спокойно разойтись или хотите да я хочу вас бороться и уехать в любимую работу ну хорошо можете отдохнуть тогда пять минут если что встали давайте давайте встали 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 ну короче все уже наше субь я я скажу что когда у нас происходит где захват да то у нас там учитывается вот эта вот отчетность электрон негатив то есть как она учитывается не учитывается так она всегда учитывается сохраняется или нет четность в электронном захвате я как сказать сходу вам не скажу потому что не очень помню как он происходит вот на микро уровне по идее наверное не сохраняет будет потому что вряд ли происходит в результате сильного взаимодействия электрон не может ну там с ними может быть все что угодно на самом деле если если этот закон не выполняется то есть это со странностью которая аддитивна мы можем сказать что она изменяется там на плюс на минус единицу или с другую любой другой теле величиной а здесь у вас может в результате получиться функция которая не является четным ничего не обладает определенной четкость электрона я сказал что четности частиц составляющих а там можно выбирать произвольно произвольно но одинаково обычно их берут равных внутренней черности если у вас электрон ну вспоминая атомную физику движется 1 атоме водорода на уровне у него или равняется единички и такое состояние обладает отрицательный другая ситуация которая не никак не связано с его внутренней четность которые ну точно так же как спин электрон он всегда одна вторая не зависима от какой-либо какой-либо ну давайте Продолжение следует...